Здравствуйте, меня зовут Карапулова Мирем, и я преподаватель Азиатского медицинского института имени Саткандая Тенкишева. Я преподаю латинский язык. Прежде чем начать урок, хотелось бы напомнить студентам, насколько важна и ответственна профессия врача. И для того, чтобы стать хорошим врачом, высококвалифицированным специалистом в будущем, вам необходимо сейчас принадлежать все усилия, хорошо учиться, расширять свой кругозор, углублять свои знания и усовершенствовать свои умения и навыки. Начнем наш урок латинского языка. И сегодня мы изучаем с вами тему термины-элементы. Термины-элементы, что это такое? Это конечные элементы в сложносоставных терминах, которые развивают разные терминологические значения и тем самым классифицируют клинические термины в разные терминологические группы. Термины-элементы могут развивать следующие значения. Это наука, специальность, специалист, методы диагностики и лечения, физиологические и патологические процессы, заболевания и отклонения от нормы, терапевтические и хирургические процедуры. Итак, рассмотрим каждый из термин-элементов по отдельности. Термины-элементы, обозначающие науку и знания. Логия, логос, означает наука, учение. Геронтология, наука, изучающая процесс старения. Состоит из двух элементов. Это начальный термин-элемент геронто, означает старость, старый и логия, изучение. Следующий термин гносис и гносия, знания. Диагносис, заключение о состоянии здоровья пациента в результате обследования. Диа-это через гносис, знания. Получается, через обследование к знаниям о состоянии здоровья пациента. Иатрия, раздел медицины. Психиатрия, раздел медицины, который занимается изучением, лечением и предупреждением заболеваний психики. Термин-элемент, обозначающий методы диагностики. Психиатрия, осмотр. Вид медицинского обследования с использованием специального инструмента. Бранхоскопия, визуализация внутренней части дыхательных путей. Графия, дословно означает «записывать». Имеет два значения. Регистрация работы органа, графическая регистрация, и рентгенологическое исследование. Электроэнцефалография, метод регистрации электрической активности коры головного мозга. Грамма, запись. Также имеет два значения. Графический результат медицинского обследования. И второе – это рентгенологический снимок. Клебограмма, рентгенснимок вен. Метрия, измерение. Цефалометрия, измерение размера головки плода. Термин элементы, обозначающие методы лечения. Терапия, нехирургический метод лечения. Физиотерапия, лечение при помощи целебных свойств воды, тепла, упражнений и т.д. Педиатр, медицинская специальность. Педиатр, врач, который специализируется на лечении детских заболеваний. Следующий пример. Физиотерапия, означает метод коррективного лечения. Логопедия, метод коррективного лечения, отклонение речи. Термин элементы, обозначающие болезни и заболевания. Патопатия, болезнь. Патология, раздел медицины, изучающая болезнь. Алк, алгия, алгизия. Боль, болевые ощущения. Неуралгия, поражение периферических нервов, которые сопровождаются приступами боли. Эстезиоэстезия, чувствительность. Дизэстезия, нарушение адекватности чувствительности, когда высокая температура ощущается как низкая, а низкая как высокая. Фоба, фобия, беспричинный панический ужас, страх. Монофобия, боязнь, одиночество. Ксенофоб, человек, который испытывает страх по отношению к иностранцам и чужакам. Одинния, боль, болевые ощущения. Спондиводинния, боль в позвоночнике. Терминалементы, обозначающие патологические процессы. Эктасия, эктасис. Означает расширение. Флебектасия, расширение вен. Птосис, опущение органа. Спланхноптосис, опущение внутренних органов. Стеностеносис, сужение. Ларингостеносис, сужение просвета глотки. Стения, напряжение. Психостения, психическое расстройство, которое характеризуется наличием тревожности, бессонницы, вид нервов срыва. Склеросклеросис, уплотнение. Атеросклеросис, уплотнение стенок сосудов из-за избыточного холестерина. Маляция, смягчение, размягчение. Остеомаляция, размягчение костной ткани. Мегаломегалия, увеличение. Кардиомегалия, патологическое увеличение размеров сердца. Пения, нехватка. Особенности нехватка кровяных клеток. Эритропения, недостаточное количество эритроцитров, то есть красных кровяных телец. И следующий пример. Рея, выделение жидкости. Пиорея, гное течение. Рагия, кровотечение. Энтерорагия, кровотечение из кишечника. Суффиксы и префиксы, обозначающие патологические состояния. Плегия, паралич. Офтальмоплегия, паралич мышц глаза. Тонотония, давление. Гипертония, повышение артериального давления. Сеудоложный. Сеудоциэсис, фантомная беременность. Брахи, короткий. Брахидоктилия, аномалий развития рук, укоречения пальцев. Бради, медленный, замедленный. Бради кардио, замедленное сердцебиение. Тахи, тахо, быстрый. Тахи, аритмия. Патологически быстрый ритм сердца. Терминаломенты, означающие хирургические процедуры. Лизис, лит, растворение, разрушение. Перикардиолизис. Операция освобождения сердца о сращении. От сращений при слипчивом перикардите. Томия, разрезать, делать надрез. Пульпотомия, разрезать пульпу. Для удаления части пульпы, которая поражена воспалением. Эктомия, отрезание, хирургическое удаление. Лобектомия, удаление дольки органа. Как доли легких, доли печени и так далее. Стомия, образование анастомоза, свища, то есть искусственного отверстия. Холидохостомия, создание свища общего желчного протока для дренажа желчного пузыря. Пексия, фиксация, прикрепление. Нефропексия, хирургическая фиксация почки. Рафия, сшивание, ушивание. Кенорафия, сшивание сухожилия, при разрыве сухожилия. Пластика, коррекция или реконструкция формы органов или частей тела. Ринопластика, хирургическая реконструкция формы или эстетическая коррекция формы носа. Терминалементы, обозначающие физиологические процессы. Пноэ, дыхание. Апноэ, отсутствие дыхания. Генезис, образование формирования ткани. Остеогенезис, образование костной ткани. Фагофагия, поглощение глотания. Дисфагия, затрудненное глотание. Фазия, речь. Афазия, утрата речевых функций. Опия, опсия, оптика. Зрение, диплопия, двойное зрение. Поэзис, поэт. Образование, формирование также. Хемопоэзис, пройветворение, то есть образование правильных телец. Некр, омертвение. Некросис, омертвение участка ткани или органа. Трофия, питание. Атрофия, истощение из-за расстройства питания клеток ткани или органа. Итак, ребята, мы сегодня с вами изучили терминалементы, их значения и примеры к терминалементам. Спасибо за внимание. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok